МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Непосредственно кювес, инкубатор, где находятся дети. Это монитор слежения за всеми жизненными важными функциями. Областной центр охраны материнства и детства пополнился новым оборудованием. Теперь выходить недоношенных детей будет еще легче. Для дачников наступает время перемен. Об изменениях в законодательстве мы расскажем в выпуске. В Люберецком музее Отечественной войны стартовал цикл занятий для школьников «Исторический час». Готовимся к 75-й годовщине Победы. Спектакли для детей – дело тонкое. Знатоки театрального искусства съехались на первый международный фестиваль музыкальных спектаклей. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и работа дорожных служб стали основными темами совещания. 180 ДТП произошло на территории обслуживания Люберецка ГИБДД. В авариях пострадали 10 человек. 1700 раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. По заявлениям возбудили 19 уголовных дел. 16 из них раскрыли по горячим следам. Личный состав уже начинает подготовку к новогодним праздникам. Была черная пятница, очень много народа было в торговых центрах. 38 выездов по сигналу тревоги и ликвидации 11 пожаров. Такой выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Три возгорания произошли в городском округе. 27 ноября деревня Пихорк, улица Братская, на территории частного домовладения, частный сарай, также в результате пожаров пострадавших нет. 30 ноября Люберцы, улица Космонавтов, дом 32, квартира 24, квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома, также в результате пострадавших нет. К погодным неожиданностям готовятся дорожные службы округа. В рамках зимнего содержания дорог 65 километров обработали песко-соляной смесью. В этих работах задействовали 40 человек и 24 единицы спецтехники. В порядке содержалась и городская территория. Всего было привлечено 97 единиц спецтехники, задействованы 995 человек. За прошедший период вырублено 30 деревьев. Вывезено более 43 кубических метров мусора с инстанкционированных свалок. Также на заседании стало известно, что за минувшую неделю в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило почти 9 тысяч обращений. Большинство звонков на горячую линию касались работы служб ЖКХ и экологии. Анна Троян, Александр Моисеев и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Юбилейные нагрудные знаки Московской областной думы получили депутаты Совета депутатов округа и активисты молодой гвардии. Награды своим люберецким помощникам в общественно важных делах вручил Дмитрий Дениско. Не только развивает спорт, но и популяризирует его среди молодежи. Участник Олимпийских игр Павел Софин для развития партийного проекта «Детский спорт» придумал отличный способ привлечь ребят к занятиям. После первого года работы мы поняли, что основная наша задача – это не только мероприятие, но и информация о мероприятии. Потому что детей приводят в спортивные школы, в секции, в клубы именно родители. А родители у нас очень продвинутые пользователи интернета. Мы еще начали подавать большой объем информации именно в соцсети, популяризировать спорт и рассказывать про каждый вид спорта отдельно. За достигнутые результаты и плодотворную работу в различных направлениях Дмитрий Дениско наградил 12 участников партийных проектов «Единой России». Нагрудные знаки к 25-летию Мособулдумы получили народные избранники округа и представители молодой гвардии. Это люди, которые в последний год, некоторые уже и три года были рядом со мной, помогали в любых общественных начинаниях. То есть это мои помощники в различных областях взаимодействия с нашими жителями. Кто-то работает с молодежью, кто-то работает со старшим поколением. То есть у нас есть люди, на которых мы опираемся. И это люди очень активные, они сами приходят с инициативами. В неформальной беседе участники встречи обсудили реализованные цели и наметили задачи на следующий год. В планах активистов продвинуть проект по строительству хореографической школы в Люберцах. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Исторический час. Занятие со школьниками прошло в стенах Люберецкого музея Великой Отечественной войны. Ученики образовательных учреждений не только показали свои знания, но и познакомились с теми, кто ковал победу. Воды, которые находились в самое трудное время в четырех километрах от линии фронта, продолжали работать. Даже во время бомбежек. И трудились на них опять же дети. Война никого не щадила. Это Серафим Семиколеных впитал с молоком матери. Истории о подвигах предков передаются в его семьи из поколения в поколение. За неподдельный интерес к наследию родины Серафима приняли в помощники Люберецкого музея Великой Отечественной войны. Народ, который забыл о своем прошлом, не имеет будущего. Это наше прошлое. Мы должны его знать. Больше таких подвигов, я надеюсь, что больше не будет. В 2020 году страна отметит 75-летнюю годовщину Великой Победы. По этому поводу Люберецкий музей запустил целый цикл исторических часов для школьников. Ветераны и дети войны рассказывают подрастающему поколению невыдуманные истории тех лет. Юлия Вьюнкова, будучи ребенком, пережила блокаду Ленинграда. Ее семья чудом осталась жива благодаря отцу, который работал на заводе. Получал он за это премии, когда вывозил оружие, снаряды на фронт. И давали премию. Это хряпа и конина. И это же нас и спасло. У меня остался жив брат, мама и я. О своем нелегком жизненном пути школьникам рассказали прошедшие войну. Люберецкие танкисты и летчики-истребители. Среди них герой Советского Союза и почетный ветеран Подмосковья Николай Бездетнов, который испытывал легендарную черную акулу – вертолет К-50. Возможность прикоснуться к живой истории школьникам дают педагоги Дворца детского и юношеского творчества и общественной организации «Дети войны. Память». Встреча вот такая вот насыщенная, она даст ребятам большое понимание, какой ценой стоила сегодняшняя победа, сегодняшняя мирная жизнь. Они наверняка узнают те страницы истории, которые они и не знали. Они говорят о том, что здесь они получают очень много информации и даже где-то перестраивают свое сознание и начинают что-то узнавать. Это является мотивацией к их учебе. На исторических часах школьники и сами показывают в театральных постановках свои знания, а новое черпают наглядно. В стенах Люберецкого музея Великой Отечественной войны хранятся найденные поисковыми отрядами или подаренные ветеранами уникальные предметы. Всего две тысячи уникальных экспонатов. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Пешеход. Рейд Люберецкой госавтоинспекции, направленный на пресечение нарушений правил проезда и перехода по пешеходной зебре. Неумолимая статистика показывает, что за последний год на трассе Москва-Касимов увеличилось число ДТП с участием пешеходов почти вдвое. Только в ноябре здесь произошло три наезда на пешеходов. Одно дорожно-распутное происшествие резонансное. Оно произошло 30 октября, в результате которого водитель, совершивший наезд на двух несовершеннолетних детей, с места дорожно-распутного происшествия скрылся. К счастью, дети чувствуют себя уже хорошо, а вот водитель до сих пор не найден. Сейчас инспекторы ГИБДД ежедневно дежурят возле учебных учреждений и на сложных перекрестках для предотвращения подобных ДТП. А для того, чтобы напомнить, что в данном виде происшествий зачастую виновны обе стороны, инспекторы ДПС раздавали светоотражающие стикеры детям-пешеходам и специальные листовки водителям. Приятно, когда у нас в городе проходят такие вот акции тормозивые переходы. Я думаю, для каждого водителя будет полезно лишний раз остановиться, предупредить о возможном приближении к нему автомобиля. Это здорово. В Московском областном центре охраны материнства и детства продолжается модернизация оборудования. В этом году по госпрограмме здравоохранения Подмосковья учреждение получило 82 единицы медицинской техники. Подробности в сюжете Луизы и Геазарян. Основная доля медицинского оборудования предназначена для лечения новорождённых. Новая аппаратура поступила в отделение реанимации и хирургии, а также в блок палеотивной помощи. В этих кювезах выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Новые инкубаторы интенсивной терапии пока пустуют, но при необходимости готовы спасать младенцев. Они многофункциональные, эти инкубаторы. Посредственно кювез, инкубатор, где находятся дети. Это монитор слежения за всеми жизненными важными функциями новорождённого недоношенного ребёнка и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Московский областной центр охраны материнства и детства оказывает медицинскую помощь новорождённым со всего региона. За 10 месяцев в этих стенах вылечили около 500 маленьких пациентов. Это единственное учреждение в Подмосковье, в котором проводят хирургические операции младенцам и недоношенным детям. Луиза и Геазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Праздник для тех, кто появился на свет раньше времени. Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства пригласили в гости своих маленьких пациентов. Уже второй раз они проводят акцию, приуроченную к Международному дню недоношенных детей. Елисей Васильцов появился на свет семимесячным. При рождении у малыша был экстремально низкий вес – всего 900 граммов. Мальчик оказался в заботливых и профессиональных руках, благодаря которым он недавно отметил свой первый день рождения. Кровоизлияние у нас было в мозг, делали капельницы, выкармливали нас через зонт. Где-то месяца три мы начали есть с бутылки. Огромное спасибо врачам за то, что мы живы, здоровы. Уже крепший и почти самостоятельный. Елисей пришел на встречу со своими спасителями. Здесь много и других детей, чьи жизни сразу после рождения висели на волоске. Приниматель очень долго провел. Нас вот как раз Наталья Валерьевна очень прямо в операционную она его забрала, она его выхаживала. И потом вот поддерживали мы, общались после, переписывались. Вот она очень мущественная человек, мне очень благодарна. Сотрудники центра называют этот праздник днем маленьких детей. Они проводят такие встречи, чтобы оценить результат своей работы и вместе с мамами порадоваться за успехи малышей. Они лежат у нас подолгу, и ты вкладываешь в каждого ребенка чуть-чуть себя. Поэтому, конечно, когда они приходят, большую часть детей мы узнаем. На данный момент в отделении реанимации новорожденных Люберецкого роддома лежат пять малышей. Еще 19 находятся на втором этапе выхаживания. По словам медиков, количество преждевременных родов с каждым годом увеличивается. Люберецкие дачники учатся жить по новым правилам. Перемены в их повседневность принесли изменения в законодательстве. Так, вступление в члены садоводческого товарищества теперь дело добровольное. В администрации председателям СНТ рассказали о нововведениях. Дача словно дом родной. Теперь капитальные постройки на садовых участках можно зарегистрировать как жилые. Долгожданное для дачников нововведение принесло вместе с собой ряд бонусов. Главное – возможность оформить прописку. Получить статус постоянного места проживания может дом, который отвечает бытовым требованиям. Так он должен иметь ванную, туалет, кухню и жилую комнату. Другой принципиально важный момент – место расположения постройки. Надо понимать, что индивидуальный жилой дом может находиться только в трех территориальных зонах. Это либо частный сектор в границах населенного пункта, в границах коттеджного поселка, либо в границах садоводческого объединения. Просто так отдельные участки, повисшие в воздухе, без территориальной зоны быть не могут. Другое изменение в законодательстве дает дачникам право выбора – вступать в члены садоводческого товарищества или нет. Индивидуалы и участники дачных объединений уравнены в правах и обязанностях. Теперь хлопоты по содержанию общего имущества ложатся на плечи всех владельцев земельных участков. Делать необходимые для этого денежные взносы должны как индивидуалы, так и члены СНТ. В случае отказа товарищество имеет право обратиться в суд. Членство на сегодня дает только единственное право – это право участвовать в выборах председателя, правления, ревизионной комиссии, право голосовать за устав. Все остальные вопросы – это деньги и земельные участки общего пользования, создания инфраструктуры. За это голосуют все собственники земельных участков, границах территории СНТ. Фёдор Мезенцев обсудил с председателями СНТ и другие перспективы развития садоводческих товариществ. Участники встречи рассмотрели вопросы упрощённой регистрации объектов подачной амнистии, благоустройства территории, дорожного хозяйства и экологии. В Люберцах подвели итоги осеннего этапа эко-марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Среди общеобразовательных учреждений первое место занял лицей номер 4. Победители экологической акции собрали рекордное количество ненужной бумаги – 4,5 тонны. За такой результат руководству и сотрудникам лицея вручили дипломы и благодарственные письма. От себя лично и от администрации городского округа хочу вас поздравить с первым местом. В следующем году, весной, будем сажать на вашей территории деревья, те, которые вы выберете. Всего же во время экологической акции жители городского округа собрали более 12 тонн макулатуры. Бумажные изделия, картон и газеты отправят на переработку и сделают из них новую печатную продукцию. Учиться никогда не поздно даже тем, кто сам стоит с указкой у доски. В Люберцах прошел областной форум молодых педагогов. 250 учителей Подмосковья сели за парты гимназии «Интерес», чтобы повысить свою квалификацию. Для участников подготовили образовательный мастер-класс и открытые уроки по окружающему миру и литературе. Вот такие встречи, кроме того, что несут некий заряд, будем говорить, обучения, это еще встречи, это знакомство, это обмен мнениями. Очень важно, когда есть живой собеседник со своим опытом, со своими взглядами. Как найти подход к любому ребенку и показать родителям школьника свой авторитет? Ответы на эти вопросы молодые учителя искали сообща. Разобраться в тонкостях педагогической науки им помогали более опытные коллеги. В Люберецком дворце культуры торжественно отметили Международный день инвалидов. На праздничном концерте собрались люди с инвалидностью со всего Люберецкого округа. В холле для гостей организовали выставку, приуроченную к этому дню. Здесь представили свои работы люди с ограниченными возможностями здоровья. Желающие могли не только полюбоваться экспонатами, но и приобрести поделки и картины. Вот это у нас как бы декупаж. Это ручная работа. То есть здесь прямой декупаж, который выполнен на обычной досочке. То есть вот этим мы занимаемся в нашем обществе инвалидов номер 5. Это на улице электрификации. Это тоже у нас мастер-класс. Мы можем научить людей. Пусть они приходят и покажем, как их всех делать. Народу собралось много. Концерт гости ждали с нетерпением и старались не опоздать, чтобы занять места поближе к сцене. Важность мероприятия, отмеченной визитом главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Я вам скажу, у нас на территории городского округа Люберцы проживает более 19 тысяч инвалидов. Это большая цифра. У нас порядка 613 колясочников. Это тоже немало. Мы их не видим, но они есть, они среди нас. И у нас 920 детишек-инвалидов. Это тоже немало. И вот задача всех властных структур как-то организоваться и быть максимально полезными, максимально помочь людям, которые не просты в жизненных обстоятельствах. Также Владимир Ружицкий призвал всех помогать не только людям с ограниченными возможностями, но и просто нуждающимся. Андрей Лобанов, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Солистки ансамбля Бояравани точно знают, что такое активное долголетие. Несмотря на солидный возраст, уже 10 лет они не сходят с люберецких сцен. На языке хорового искусства артисты рассказывают о культуре наций. На юбилейном концерте коллектива к народным напевам прислушивалась Дарья Борисова. «Мордовия» Как поет Мордовия, ансамбль Бояравани рассказывает зрителю уже 10 лет. Солисткам есть, что спеть и о других регионах России и соседних стран. В их песнях дружат мордовцы, казаки, украинцы и русские. Межэтнический коллектив выходит на сцену, чтобы транслировать любовь и уважение к культуре разных народов. Концертная обувь артисток ступала на площадки разных городов Подмосковья. Но главная сцена округа занимает особое место в творческой жизни коллектива. Люберецкий дворец культуры – дом ансамбля Бояраваня. Каждое воскресенье солистки встречаются здесь, чтобы отработать вокальные партии. Со дня основания коллектива Екатерина Осташкина спешит на репетиции из химок. Артистка решила, что расстояние творчеству не помеха. Сейчас в наше тяжелое время. Очень тяжело куда-то деть себя. Вы понимаете, свободного времени вроде получается у нас много, а деть некуда. Но самим порадоваться, естественно, людям подарить подарок, как сказать, праздник. Ансамбль Бояраваня начинал свой творческий путь как трио. Сегодня под этим названием выступают 12 артистов. В день рождения коллектива они загадали общее желание – получить звание народного ансамбля. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. В картины галереи открылась выставка люберецких художников. На суд зрителей они представили свои лучшие работы, связанные с разными временами года. Картины мастеров живописи оценила и наша съемочная группа. Результатами своих творческих трудов люберецкие художники делятся на протяжении 10 лет. В картинной галереи, которая открылась чуть больше года назад, они выставляются впервые. Дебют на новой площадке стал для живописцев праздником. Художники пригласили на открытие выставки своих давних друзей и единомышленников. Одно дело, там в помещении маленьком работа смотрится, и как она будет смотреться, она по-другому совершенно смотрится в большом помещении. Вот в 2000 квадратных метрах выставочный зал, в котором мы выставлены, работа по-другому, потому что пространство поедает произведения искусства. В зале картины галереи более 60 произведений искусства. Тема выставки – времена года. Основная часть работ посвящена нынешнему сезону. Для художницы Надежды Камаловой зима – любимая пора для творчества. Здесь первый снег, луна. Я, конечно, очень люблю природу. Здесь сосны. Все эти работы веют добротой, любовью к искусству, к родному краю, к тому месту, где родился человек. Полюбоваться временами года в картинной галереи можно до середины февраля. Свою следующую выставку люберецкие художники посвятят знаменательной дате – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Луиза Игия Азарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Пять творческих коллективов на одной сцене. Московский государственный театр под руководством Геннадия Чахачева стал площадкой первого международного фестиваля музыкальных спектаклей. Артисты из Казахстана и разных уголков России съехали сюда, чтобы удивить своим актерским мастерством самых маленьких зрителей. Театр Чахачева врачует искусством души зрителей уже более 30 лет. Его артисты первыми в стране завоевали расположение самых маленьких зрителей. В 1995 году театр пригласил малышей на музыкальный спектакль с оркестром и навсегда покорил их сердца. С тех пор сказочные персонажи в исполнении труппы Геннадия Чахачева – лучшие друзья юных ценителей искусства. У меня был такой случай, когда играли «Ну, вот, погоди!» И там Лиса, она не такая, конечно, добрая, хорошая, она хитрая. И она мечтает о друге. И вдруг ребенок принес игрушку мягкую, подарил и говорит «Вот тебе друг». Дети стали занимать места в зрительных залах и других театров страны и зарубежья. На несколько дней их труппы съехали с театра Чахачева, чтобы показать свое мастерство. Театральными критиками, конечно же, стали малыши. Мы ходим постоянно, практически на все спектакли, потому что, ну, я скажу, что оно того стоит, и коллективы, и все поставлено так, что дети с восторгом выходят. Родителям тоже будет интересно. В репертуаре театра не только детские сказки. Мюзиклы «Три мушкетера», «Человек-амфибия» Анна Каренина, музыкальная комедия «Женитьба» Бальзаминова увлекут сюжетом подрастающие и старшие поколения зрителей. Артисты исполнят партии под аккомпанемент Малого симфонического оркестра. У нас репертуар сделан так, что ребенок может прийти в три года и всю свою жизнь ходить только к нам. Потому что для каждого возраста человека у нас есть свой спектакль. Угодить зрителям всех возрастов театр Чихачева готов этой зимой. Для своих гостей он приготовил сразу два новогодних подарка. Атмосферу праздника создадут музыкальные сказки «Новогодние приключения Лисы Алисы и Кота Базилио» и «Подводная тайна Змея Горыныча». Увидеть их на сцене можно в декабре. Билеты уже в кассах. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В первый день зимы в Люберцах зажглись праздничные огни. Новогодние торжества стартовали в Центральном парке у главной елки округа. Самое волшебное время года встречали сотни людей. Вместе с ними в праздничную атмосферу погрузилась и съемочная группа телеканала ЛРТ. То, что зимушка-зима пришла без снега, ничуть не испортило настроение люберчан. Предновогоднюю пару встречали более 200 снегурочек. Среди участников костюмированного шествия не только жительницу округа, но и гости из других городов. С песнями и плясками новогодние волшебницы дошли до самого главного символа приближающегося праздника. Здесь их ждали с нетерпением, чтобы совершить торжественный ритуал. Раз, два, три, елочка горит! Я в очередь вам загорелась! С первого раза! Атмосфера Нового года наступила в один миг. Пришло время загадывать желания. Счастья, здоровья и крепких семей. Чтобы каждый из нас дожидался Нового года и получил самые желанные долгожданные подарки. С сегодняшнего дня можно смело начинать отчет дней, оставшихся до Нового года. До самого волшебного и долгожданного праздника осталось... 30 дней! Ура! Луиза Игязырян, Александр Моисеев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберцы готовятся встретить новый 20-й год. 1 декабря засияла главная елка округа. Торжество дало старт зажжению всех световых иллюминаций. Управляющие организации, предприятия, образовательные учреждения и торговые объекты оформляют в новогоднем стиле. Всего же установят 167 живых и светодинамических елей и 23 светодиодные фигуры. Здание украсит почти 4,5 тысячи гирлянд. К празднованиям готовы и Люберецкие парки. В Центральном Малаховском парке сказок и Наташинских прудах открылась почта Деда Мороза. Отправить письма главному волшебнику страны можно через специальные почтовые ящики. Кроме того, 7 декабря в Центральном и Наташинском парках распахнут свои двери мастерские Деда Мороза. Для гостей устроят настоящий праздник с угощениями и играми. А у маленьких талантов появится возможность смастерить елочные украшения и новогодние открытки. Столько снегурочек на одной площадке еще не было. В Люберцах прошла первая региональная академия новогодних волшебниц. Семинар-практикум собрал около 60 девушек и женщин, которые готовятся подарить этой зимой настоящую сказку детям и взрослым. Идея провести семинар-практикум для снегурочек родилась у режиссера Люберецкого дворца культуры Елены Шараповой давно. Она считает, что этому новогоднему персонажу уделяется недостаточно внимания. Дед Мороз ведет, Дед Мороз поет, Дедушку Мороза ждут. А снегурочка – молчаливое создание, которое просто рядышком с Дедом Морозом. Около 60 снегурочек из 22 городов России доказали обратное. Внучка Деда Мороза – главный персонаж. Без нее не обойдется ни один новогодний утренник. Участницы семинара – профессиональные ведущие, которые находятся в поисках новых идей. Нас всегда больше интересуют музыкальные подборки, потому что мы сами песни не пишем, а здесь талантливые люди дают такие знания. И песни всегда это интересно для деток. Развлекательные программы, анимационные танцы, игровые блоки и российские снегурочки увезли с семинара целый багаж знаний. Секретами мастерства и волшебства с ними поделились спикеры из Москвы, Владимира Жуковского и Славянска. Совсем скоро начнется череда новогодних праздников. И внучки Дедов Морозов используют теорию на практике. Луизия Игазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Новое покрытие для новых побед. На Томилинском стадионе «Урожай» открылось поле для мини-футбола после реконструкции. Работы выполнили по госпрограмме «Спорт в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области. В ярких бутсах по новому полю. Вместо старого покрытия на стадионе «Урожай» теперь поле для мини-футбола с искусственным газоном. Одними из первых обновлений опробовала юношеская команда «Торпеда». Илья Шильников с футболом на «ты» уже пять лет сразу почувствовал отличие. Мне нравятся искусственные поля из-за того, что на настоящих полях там грязь, а на искусственном не будет такой грязи. Скользишь немножко, ну потому что сейчас такая погода, а так неплохое. Юношеские и взрослые составы «Торпеда» «Люберец» и «Томилинского урожая» тренируются на стадионе круглогодично. Такой всесезонный подарок 60 спортсменам и их тренерам сделали благодаря госпрограмме. Поле площадью полторы тысячи квадратов обошлось властям в немалую сумму – более двух с половиной миллионов рублей. Я искренне желаю удачи и пускай «Люберцы» везде звучат, что это одна из лучших территорий по футболу. На торжественном открытии универсальной площадки на поле вышли команды из Краскова, Октябрьского, Томилина и «Люберец». Они сразились в футбольных матчах и посоревновались в эстафетах с мячом. Ребята, которые только начинают, делают первые шаги в футболе, они в любом случае тренируются на небольших спортивных площадках, на футбольных газонах. И вот эта площадка как раз оптимально подойдет для старта, скажем, спортивной карьеры наших молодых футболистов. Томилинская футбольная площадка дала старт благоустройству и ремонту других полей. В следующем году преображение ждет несколько стадионов округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго.